Вот уже можно внести как бы свое несогласие с тем, что тут предусмотрено. Зона созерцания номер 17, вот посмотрите у себя. Я не представляю, что там вы будете созерцать, придя, потому что там, согласитесь, железная дорога. И, ну, там много, как бы, таких вот технических сооружений, там трасса. Вот на набежной зона созерцания, она на месте, здесь она не на месте. Если гибнут деревья, вы знаете, прямо на корню сохнут, они сохнут. Поэтому надо выбрученно сделать, ее разрядить. И если не будем разряжать, даже каждый понимает, что друг другу они мешают, эти деревья. Поэтому вот этот момент тоже учесть и не бояться того, что там кто-то будет там валеть душой за озеленение. Лучше посадить на этом месте другое дерево. Дальше покрытие. Конечно, асфальт-то не должно быть. Все дорожки, они должны быть грунтовые дорожки, протоптанные. Очень много вариантов покрытия среди деревьев. Я бы где-то сделал среди деревьев такой каток, то есть шириной метра три, по всему парку, среди деревьев, смеки. Я вот так вот протащил это, чтобы можно было кататься по всему парку. Очень интересно. Сделать подсветку, цветомузыку. Решение освещения делать не просто вот освещение там, где вот дорожки какие-то, а вообще сделать освещение парка. Таким образом, сделать цветомузыку, чтобы включать какие-то праздники. Вот это освещение и парк вдруг загорался. От синего цвета, там, в зеленого цвета, в желтого цвета. То есть превратить в такую сказочную зону отдыха. Основной задачей привлечь не только жителей комсомольского района, но еще и жителей всего города. Поэтому, в связи с тем, что у нас автомобиль есть в каждой семье, мы предусматриваем не только внутрь строительства парка, а связываем его с городом. То есть у нас, как мы видели, есть заезд, выезд с Казанского проспекта, да, здесь мы предусматриваем парковочные карманы. Здесь свободная площадка, мы ее предусматриваем также под парковку. Вдоль больницы, роддома и существующей застройки жилых домов также мы предусматриваем парковочные карманы для того, чтобы люди не останавливали машину, а ишли через весь парк. А именно те точки концентрации, куда они хотят приехать. Таким образом, и еще, как я еще хотела подчеркнуть, основной задачей было не скопление парковочных мест вдоль детских учреждений. То есть максимально мы хотели отвести именно места концентрации, места главных и проектируемых, в которых существуют тоже входные группы и проектируемые. Спасибо. И можно еще... Спасибо. Спасибо.